кто делает из японских производителей красивейшие машины конечно же mazda прет-то елки-палки 400 ньютон метров крутящего былые времена один из самых просматриваемых роликов у меня на канале был тоже про mazda он был про mazda rx-8 и там я сказал одну фразу за которую мне частенько до сих пор уже спустя столько лет ставят негативные комментарии видимо любители mark 2 и прочих таких сильно распиаренных тачек потому что я сказал а просто красивейшие машины у нас делают кто естественно mazda да и это до сих пор осталось так действительно вот у нас сегодня mazda в леворульной версии шестерка всем известная в правильной версии она у нас как раз правильной версии от enzo но вы просто посмотрите ведь это универсал они просто обычный всем привычный седан и гляньте насколько гармоничный внешний вид и мне кажется именно это основная и главная ценность этой машины потому что в техническом плане особенно если вы ее купите достаточно пробежной она вас может серьезно огорчить mazda tenza последнего поколения пока что на данный момент это вот то самое сочетание азиатского дизайна и европейского ну то есть знаете есть просто машины настолько азиатские да ну корейские например все машины они прям очень сильно азиатские у них очень много вот каких-то там изгибов ненужных линий чего-то такого что никак не оправдано да а именно здесь мы видим когда эти изгибы вот это вся вот это обтекаемость и прочие вот эти моменты во внешности они никак не раздражают и они оправданы абсолютно то есть они хотели сделать машину большой она почти 5 метров длиной 48 и в то же время чтобы она казалась легкой и изящной вот я считаю что абсолютно на все сто процентов получилось если рассматривать конкретно универсал ну то есть вот именно версии универсал не седан удивительно но она короче чем версия седан мне казалось что это вообще как-то очень странно и удивительно но действительно я посмотрел по каталогу седан 4860 миллиметров а этот ровно 4800 то есть получается 6 сантиметров но это вот буквально вот ну там не знаю длина пальца до грубо говоря это на данный момент из свежих автомобилей это одна из очень очень немногих моделей которую я бы с удовольствием приобрел себе на одном из прямых эфиров мы обсуждали как раз мазду 6 мазду отензу и я там как раз говорил что именно в кузове универсал последнее поколение мне очень нравится конечно мне еще нравится subaru леворк кстати он у меня тоже есть на канале кто не видел может посмотреть ссылка будет в описании либо в подсказке но тем не менее все таки леворк он поменьше немножко как будто бы попроще и мазда все-таки мне нравится больше цены на такие мазды могут очень сильно варьироваться конечно в зависимости от комплектации от версии иногда бывает и седаны подороже иногда бывает и универсалы здесь скорее важно именно комплектация и что немаловажно пробег особенно это касается дизельных версий потому что дизельные машины в принципе покупают чтобы много ездить и у них частенько бывает высокий пробег цена может быть зависимости от года от 800 900 тысяч до скажем полутора и даже до двух миллионов за совсем топовые версии при покупке такой машины с аукциона с учетом всех комиссий таможни и доставки до владивостока хватит ее конечно расхваливать давайте я перейду к технической части которая уже нас расстраивает как раз потому что в свежих маздах особенно я прямо делаю на этом акцент в случае с пробежными прямо хорошо пробежными машинами надежных версий нет можно сказать совершенно и все из-за вот этой новомодной вот этой темы sky актив если мы говорим о россии о плохом обслуживании о плохом качестве масла плохом качестве бензина ну в общем вы понимаете да в российских условиях эти моторы надежными не назовешь да я знаю прекрасно что большинстве случаев эти машины 2 литра бензин до большинстве случаев 2 литра бензин самая простая версия 155 лошадей но у нас 2 и 2 литра дизель еще и с полным приводом я конечно бы вообще бы просто не знаю как бы я офигенно кайфанул будь она на механической коробке прикиньте они бывают прикиньте они бывают универсал полный привод механика жалко не самый мощный не самым мощным бензиновым мотором но с дизелем точно бывает и это просто описаться как круто но дизель в наших сибирских условиях он в принципе не очень популярен потому что невысокого качества топлива дизельная во вторых у нас холодно то есть надо поставить там допустим выбаста либо греть и мотор от котла например либо хранить его всегда в гараже не дай бог в 30 градусный мороз оставить где-то хотя стоит сказать что благодаря тому что мотор турбированный я думаю это еще не только из-за того что он турбирована из того что у него для дизеля достаточно низкая степень сжатия у него всего 14 они очень даже неплохо заводится по зиме да вот представьте себе то есть ну относительно так вот вроде как для дизеля неплохо так вот мотор турбовый даже twin турбовый и знаете 175 лошадей и аж 400 ньютон крутящего это должно быть ну я так скажу это должно быть прям достаточно даже при условии что это дизельная ну как говорят дизельная тарахтелка что вы от нее хотите она же не должна быстро ехать мы это сегодня узнаем но тем не менее я все-таки считаю что в случае с таким дизелем наверное его не нужно вот так вот хаять и говорить что все это значит медленная какая-то версия понимаете в максимуме здесь может быть 188 бензиновых лошадей на моторе 2 и 5 в рестайлинге там 190 лошадей но и 2 лошадки эти никуда не годятся это ерунда в общем ни о чем но те которые самые мощные версии они не бывают с полным приводом там в каталоге только передний черт его подери то есть плюс это вот этого очень важного нету конечно кто-то скажет что здесь же не какой-нибудь там жесткий суровый полный привод а просто-напсего электронные с электромагнитной муфтой до подключаемый полный привод но в любом случае лучше полный привод хоть какой-то чем абсолютно никакого а теперь поговорим о минусах если этот мотор достаточно пробежной обычно проблемы начинается на удивление уже после 150 где-то тысяч пробега просто жесткий масложор например у машины же не должно быть вроде как на таком еще пробеге ничего сильно закоксовано а вот представляете себе нет может уже начать закоксовываться дурацкая как по мне странная проблема это недостаточно хорошие крепления форсунок которые со временем просто начинают так скажем двигаться в своих посадочных местах и еще дополнительно можно сказать закоксовывать все это вот у машины прямо в инструкции написано я прям в инструкции прочитал в японской да там написано рекомендуется проверять уровень масла минимум раз в неделю у нас что бмв а или японская машина да то есть сами понимаете это уже достаточно странно звучит вакуумный насос у них может просто напросто вот просто сам по себе рассыпаться например выработка появляется на распредвалах это мотор получается настолько чувствителен к маслу до что даже при условии наличия гидрокомпенсаторов у него может уходить зазор помножить это все нужно на плохое качество обслуживания да у нас кто у нас меняет масло раз пять тысяч поднимите руку в комментариях напишите я меняю раз пять тысяч масла да я уверен будет один какой-нибудь залетный комментарий остальные скажут нет зачем масло и так нынче дорогое про бензиновые моторы тоже можно сказать не очень много хорошего но в частности у нас дизельная машина поэтому углубляться не будем скажу только что все бензиновые моторы у mazda в этом поколении они с непосредственным впрыском и соответственно нужен 98 бензин а его тоже не особенно то люди любят заправлять точно также рассуждают о чем у меня же не turbo мотор ну хотя в седанах он еще может быть конечно turbo но бог с ним в любом случае все рассуждают так что на 98 разоряться я не буду дизельная машина но она не звучит громче чем была бы бензиновая абсолютно с точки зрения шумоизоляции неплохая версия у нас здесь даже двойной стеклопакет но тем не менее через моторный щит обычно от дизельных моторов особенно звук идет тем более они обычно не уравновешенные они обычно вибрируют здесь ничего такого нету вообще то есть конечно ну делаем еще поправку что машины пока еще небольшой пробег но в любом случае я ожидаю всегда дизельной машины вибрации шум вот этот запах этот масло солярки вот чего-то такого вот это вот эти вот все вещи свойственные обычно дизельным машинам здесь этого и близко нет очень даже уверенные реакции на газ да хотя естественно электронный дроссель сейчас у практически у всех машин электронный дроссель у современных но чувствительная педалью смотрите вот прям чуть-чуть я вот нажимаю он уже чувствуется тяга резкий педаль в пол смотрите автомат позволяет раскручивать машину уверенно до 5 здесь есть своего рода но это еще конечно не совсем проекция но есть отображение на стекле скорости и причем там кстати мы машина распознает знаки они там тоже появляются эта штука настраивается то есть если вот владелец машины меня повыше то они настроены допустим вот сейчас под него я вот так чтобы не увидеть вот этот знак 70 до что сейчас не надо голову маленько приподнять но я могу через систему вот эту мультимедиа на через управление бортовым компьютером вот этим прочим я могу приподнять под свой рост и видеть замечательно конечно вроде бы мелочь но приятно согласитесь сразу делаю поправку на то что у нас хорошая богатая достаточно комплектация с кожаными сиденья и кожаным рулем кожаная облицовка и в общем от самого-самого люкса это это с условием того что вот этот момент он опциональный нас отделяет только отсутствие люка если бы японец заказал себе в машину люк это было бы максимум топ жир прям все лакшери эдишн все дела кроме хороших моментов которые я вам сейчас скажу есть один момент который мне немножко чуть-чуть вот прям чуть-чуть расстраивает что у правого руля регулировки регулировки руля до механические то есть у европеек американок можно кнопками двигать руль туда-сюда то есть вверх-вниз телескопически а здесь это делается вручную то есть вот мы ее можем вот так вот всяко разно двигать но это делается вручную рычажком и память положений тоже не включает ну естественно раз эта механическая регулировка тоже не включает в себя регулировки руля по сути вообще память положений она и относится только к сиденьям да вот чисто конкретно положение сидений запоминает причем этих положений всего два ну в принципе а больше и не надо с другой стороны смотрите достаточно быстро это происходит причем регулируется у нас и спинкой вперед и назад очень даже неплохо смотрите быстро быстро едет быстро гудит правда жутко но едет то быстро мультируль который кроме того что он управляет естественно системой мультимедиа но этот телефону тоже да там связывается он еще имеет управление системами безопасности хотя бы отчасти то есть можно регулировать активный круиз-контроль получается расстояние до впереди идущей машины переключать режимы бортового компьютера в общем посмотреть можно что-нибудь система мультимедиа многие критикуют говорят что она какая-то там тормозная или еще что-то там я буквально сегодня еще утром смотрел обзор такой же машины только не помню то ли англичанина то ли американца кого-то там в общем он очень критиковал что здесь есть возможность вручную вот такой вот шайбочкой и ручными прямо кнопками вот физическими кнопками что-то регулировать на экране а я как раз считаю что вот это как как бы достоинство наоборот во первых не нужно вам тыкать постоянно в этот сенсорный экран он конечно тоже на самом деле сенсорный то есть в него можно потыкать но он вечно будет заляпанный у вас если у вас нет возможности управлять системой вручную кстати сейчас уже проходит мода на чисто сенсорные экраны сейчас опять инженеры возвращают машины мануальный способ регулировки мануальный способ управления очень важно заметить что система ай стоп ну то есть когда машина тупо глохнет да получается на светофорах там ну как это вот это вот экономия топлива и прочее я не знаю особенно в дизельной машине нахрена это к чертовой матери экономия да какая он и так немного кушает а еще и делать вот эти системы это что получается у нас постоянный недоразряд батареи да во первых во-вторых это износ дополнительный износ стартера дополнительный износ двигателя потому что постоянный старт стоп старт стоп старт стоп и вообще здесь кнопки отключения функции безопасности тоже присутствует кстати она даже зимой может вам позволить некоторые хулиганство потому что полный привод подключается достаточно шустро крутящего момента достаточно много он весь идет с низов поэтому если мы подключали эти все дела то стоит ездить достаточно аккуратно что и говорить для зимы здесь есть тоже все что нужно подогрева сидений причем три степени подогрева сидений это очень важно что есть у нас не просто кнопки вкл выкл есть подогрев руля причем кстати сидение с перфорированной кожи то есть все по сути продумано как положено сделано очень плохо с наличием подстаканников поскольку они есть здесь только вот в этом месте вот в этом кармашке получается который вот такой сдвижной конечно когда с подстаканники находятся перед рычагом управления коробкой это вообще неудобно это прям очень плохо здесь они по крайней мере расположены позади рычага управления коробкой но салон то одинаковый что на автомате что на механике если на автомате то тебе в целом без разницы потому что один раз поставил себе какой-то режим и поехал допустим то на механике ты постоянно будешь здесь шевелиться и соответственно то что здесь будет что-то стоять оно будет тебе мешать потому что подстаканники всегда я говорю нужно делать вот справа или слева вот там вот от руля в подлокотнике бардачок есть в нем достаточно большой объем занимает блок с юсби даже если вы не русифицировали магнитолку да вы можете воткнуться в выход аукс все слава богу есть такое дело прикуриватель их причем 21 вот здесь бардачке другой еще он там в глубине не многие критикуют что я про это не упоминая бог с вами упомяну про музыку потому что мне на музыку в целом абсолютно наплевать но здесь музыка есть завода вот этот такой среднего уровня бауз или базе давайте напишите в комментариях я же раньше вечно говорил базе а вы меня там заклевали я стал говорить бауз бауз так вот динамик здесь есть даже вот здесь вот спереди на торпеде здоровый такой вот поймете все прямо они обустроили по меркам всех автозвукеров то есть вот у нас все долби сурраунд все дела все годно я считаю все ставим лайк за то что я наконец-то раз в сто лет упомянул про музыку ну я удивился узнав что по сравнению с предыдущим поколением у mazda atenzi на заднем сиденье стало меньше аж на целых 6 сантиметров пространство да вот между задним сиденьем и передним рядом ну визуально этого конечно сильно не ощущается но в любом случае я думаю это должно быть ну довольно весомо да то есть они но может быть за счет этого сделали хороший багажник да вот чуть-чуть почем пространство поменьше вы посмотрите какой они офигенный подлокотник то сделали вы гляньте во первых подогревы есть и на заднем сиденье тоже тоже три степени подогрева вторых моя любовь такие суровые подстаканники с резиновыми такими зажимчиками ну годнота а еще смотрите то есть помните я я уже не помню честно говоря где я критиковал этот момент я показывал что там была совсем такая жиденькая вот эта штука да то есть ее когда положил она прям не чувствуется прочности да и и здесь я спокойно кладу руку на этот подлокотник я не чувствую что я сейчас его отломаю вот это уже вот это уже респект вызывает понимаете то есть там я положил и он аж прогнулся почти что до низа то есть шарнир этот был очень неустойчивый а здесь вот нормально уверенно я даже вот так могу развалиться я не чувствую что я его прогибаю как бы вниз понимаете это действительно большая длинная машина у нее действительно большущий багажник она прям полноценный нормальный универсал ну давайте какие-то моменты да для начала мне очень нравится что у него такой формы шторка которая цепляется даже к двери то есть получается когда дверь вот так открываешь то она вот так вот вместе с дверью поднимается то есть это неплохо саму шторку конечно она рулонного типа ее можно скатать у нее под низом там имеется для нее специальное место как в эталонном японском универсале всех времен да как я обычно говорю в nissan avenir здесь почти что не выходят арки в багажник вы посмотрите здесь величина выступания арок 14 сантиметров понимаете то есть всего вот вот 14 сантиметров всего лишь выступают арки в багажник глубина до второго ряда сидений метр десять дальше ширина там где нет арок 140 сантиметров вы представляете 140 у нее вообще общая ширина метр восемьдесят но конечно же нельзя без ложки дегтя она очень зализанная у нее очень скошенный задний вот этот угол то есть по факту дома до появления угла до скоса у нас всего 32 сантиметра ну вы понимаете да то есть высокий груз уже не сильно удобно будет помещать на этот случай есть возможность сложить второй ряд сидений причем он складывается из багажника складывается вот такими вот ну пусть это не электронные какие-то выключатели как например в альфарде где они так плавненько под воздействием приводов опускаются здесь они просто сейчас хлопнут сюда вот смотрите хлоп хлоп но мы получаем ровный пол да здесь нет никаких то особых трансформаций да опять же но при условии даже что у нас полноприводная машина при условии даже что у нас есть там получается туннель под кардан то есть с учетом вот даже вот этих всех моментов мы имеем ровный пол и глубину до первого ряда сидений теперь 190 то есть на 10 сантиметров длиннее глубже багажник чем например в марк 2 qualis и европеек у тех которые можно было купить в салоне у них есть запаска да по моему даже не полноразмерная конечно же но в любом случае она есть а здесь по японским вот этим меркам все и так уже хорошо они сделали внизу отсек для мелочей туда положили вот этот ремонтный набор с компрессором и типа все достаточно но не знаете вот я вам так скажу здесь у машины 17 18 19 колеса могут быть какой к чертовой матери ремонтный набор да здесь же могут можно поставить бывает низко с низкопрофильной резины большущие колеса они причем будут смотреться гармонично хоть машина и довольно плоская в силуэте да и вот что я с этим огромным колесищем я буду корячиться его там как-то ремонтировать бог знает где на трассе когда я могу просто поставить бананы доехать до нормальной шиномонтажки в общем ванна там есть ребят то есть ванна под запаску все равно там есть выкидывайте херам этот набор мелочей тут и так есть место куда эти мелочи положить есть место куда инструмент приткнуть но поставьте и положить туда запаску и не парьтесь и будет все прям вообще отличненько все ну сходу то слушайте прям демон ё-моё прям динамика на удивление прикольная то есть опять же от дизельной машины не ожидаешь динамики здесь она есть и мне кажется я бы вот этими 175 лошадиными силами был бы доволен выше крыши потому что все еще низкий налог а в то же время такая тяговитость елки-палки с недавних пор опять же ориентируясь на ваши комментарии мы решили делать замер разгона не спортивных автомобилей а таких обыкновенных гражданских именно не высаживая всех не выгоняя всех из салона аж именно объективно то есть вы же редко будете ездить один на семейном автомобиле правильно и вам хотелось бы знать как она будет ехать именно если в ней будет хотя бы минимум два человека ну-ка давайте-ка сделаем мануальный режим да чик и скинем передачку а слушая достаточно жестко реагирует на найти на лепестки может стоит попробовать с лепестками 84 слушай-ка а здесь хорошо отработали лепестки если я чуть-чуть замешкался и не успел я думал он мне даст больше протянуть до красной зоны он переключился сам то есть он не дает мотору все равно перекрутить мануальный режим все равно будет использоваться так скажем умеренно зато действительно в горку если поднимаетесь можно регулировать тягу если на обгоне вдруг резко прям хочется скинуть передачу и ускориться ну то есть в целом вещь нужная короче ну что в качестве концовки это редкий случай когда я скажу что тачка мне настолько понравилось что я хочу уже сейчас бежать ипотеку оформлять тем более если учесть что особенно хороших таких уверенных альтернатив от японских производителей не особо-то и много как я уже говорил по факту в моих глазах да в моем понимании единственный конкурент такого такой машине это только subaru lework и нельзя сказать что он мне нравится больше потому что есть именно вот такие вот достаточно тяговитые версии с полным опять же приводом и с механикой а у lework нету механики с завода елы палый как я без нее буду жить понимаете вот я не смогу без нее жить у меня должна быть хотя бы какая-то машина с механической коробкой чтобы я душу отводил у lework такого нет только вариатор а здесь тебе и автомат и механика все что хочешь туда кто-то ездит там что-то вообще есть подписывайтесь на канал пишите обязательно все свои комментарии по поводу таких машин мне ваши комментарии очень интересно буду читать буду лайкать обязательно и всем пока